Друзья, привет! Это Виктор Осокин, проект Цель Айронмен, эпизод третий. В третьем эпизоде я расскажу вам про то, как прошел мой последний месяц, в ходе которого я проходил спортивные сборы и как прошли мои соревнования в Нейплес на Олимпийскую дистанцию. По триатлонам. Для меня это был первый опыт, когда я должен был соединить все вместе с транзитными зонами, вместе с заменой одного вида спорта на другой. Я понял, что такое триатлонский. Вы можете поставить любую цель, вас никто в этом не ограничивает. Но самый основной момент. Цели нужно всегда двигаться, начинать сейчас. Нету никакого завтра, нету никакого послезавтрака, нету ни в коем случае никакого, когда что-то произойдет. Такие механизмы, они не работают. Механизм может работать только такой. К цели я начинаю двигаться прямо сейчас, с этой секунды. Приехав в США, я сразу стал тренироваться и не прекращал свой подготовительный цикл. Дело тренировки мои строились примерно так. Я ездил 3-4 раза в неделю. Либо это были тренировки на 20-30 километров, но на более высоком пульсе и более интенсивные. Либо это были тренировки более длительные, но в более таком спокойном пульсе. Максимум я проехал 100 километров. Время у меня составило порядка 3,5 часов. Средняя скорость составляла примерно 29,5 километров. Чуть-чуть скорость подросла, но я понял, что велосипед это то, на чем надо пахать и пахать. Я поймал в этот раз чувство каденса 90. На этом каденсе ты подбираешь не передачами скорость, а наоборот ты под свой каденс подбираешь нужную передачу. И если ты держишь, следишь за каденсом, то фактически у тебя максимально правильно распределяются твои все силы, нагрузки. И ты, как правило, быстрее едешь. Плавательный режим у меня был такой, что я плавал в бассейне. В бассейнах я делал все те же упражнения, что и здесь. Это были либо длинные дистанции по 2-3 километра затяжные, либо это были более короткие дистанции, но с упражнениями. Какое-то количество раз я тренировался в океане. Друзья, я сейчас на месте, которое называется Кибискейн, штат Флорида, город Майами. Сегодня задача немножечко поплавать. Это дистанция 3 километра. По одному километру отдых по 2-3 минуты. Плавание на открытой воде, конечно, другая история. То есть, во-первых, соленая вода. Может быть там волна в одну сторону, в другую сторону. Могут быть какие-то преграды, помехи, течение, температура. Каппаратура, даже, например, солнце, которое тебе светит в глаза, когда ты берешь вдох. Мне, например, это мешало. На открытой воде у меня сразу явно стало проявляться то, что мои руки так устроены, что меня все время сносят в правую сторону. Тренировки на открытой воде – это крайне важная составляющая. Надо больше тренироваться на открытой воде. В море, конечно, по-другому. Не как в бассейне. Беговые тренировки я постарался делать после захода солнца, потому что для меня было слишком жарко бегать в этом климате. Приходилось брать с собой специальный пояс, на котором вешал бутылочки, и каждые 15-20 минут выпивать хотя бы 2-3 глотка воды. Это надо не забывать и делать, потому что элементарно можно просто перегреться. За неделю до соревнований я снизил интенсивность своих тренировок. За 3 дня я прекратил тренировки. Я постарался накопить максимум сил. И в последний день перед соревнованием у меня была небольшая тренировка беговая. Я пробежал 10 раз по 100 метров в неком интервале. И таким образом просто немножечко разогрелся перед соревнованием. 11-го числа я в 4 утра по будильнику встал как штык. Я взял с собой много воды, взял с собой спортивные напитки. Придя в транзитную зону, я понимал, что вообще еще раннее утро светили какие-то прожектора. Народ суетился, все бегали. Я старался все разложить так, чтобы не забыть ничего. Когда организаторы дали команду выходить на стартовую прямую, я постарался пробраться, естественно, в первый ряд, потому что считал, что первое соревнование нужно, так сказать, постараться рвануть в первых. Я посмотрел вокруг и понял, что вокруг меня просто люди, ну, какие-то лоси вообще. Потому что, если я считал до этого, что я вот такой, знаете, молодой, спортивный, сейчас вот, как говорится, готовился 3 месяца, значит, и сейчас я тут всем покажу. И когда был дан обратный отчет, я помню, что ощущения были такие, что ну, просто вот я сейчас там задохнусь от волнения. Я побежал среди первых. Заход был в воду, конечно же, красивый. Но потом я, конечно, словил ощущение вот этого непонимания. Я вынырнул, посмотрел вокруг, смотрю, как ледовое побоище такое вокруг. Вода бурлит, ноги, руки летают. У меня нога кому-то прилетела, кто-то меня, как будто мне показалось, схватил. То есть все, как говорится, плывут к назначенной цели, к бойку. От триатлона что-то я совсем не ожидал, что вот эта вот первая часть, она будет просто такая прям борьба, чуть ли не силовая. Я думаю, что вот на этих первых минутах просто осознание, куда двигаться и что происходит, ну, наверное, я там потерял, во-первых, много сил, во-вторых, ну, наверное, какое-то количество времени. Надо просто сконцентрироваться на плаванник. Единственное, что мешало, постоянно меня как-то сносило в правую сторону. Я пытался ориентироваться на буйок, но он каждый раз куда-то от меня уходил. И я по часам посмотрел, что я проплыл вместо 1500 метров примерно там 1700-1750 метров. То есть 250 метров фактически лишние, это для меня там несколько минут потери только из-за того, что я вот просто плыл не на цель. После плавательного этапа, когда ты выбегаешь из воды, ну, ты не факт, что побежишь так, как ты бегаешь обычно. То есть я не знаю, то ли это давление там немножечко меняется, то ли ноги просто так забиваются. Но по пляжу мне казалось, что я бегу в каком-то легком состоянии опьянения. Бежа в транзитную зону, конечно, все вот эти вот раскладывания ночью, то, что я там ходил, аккуратненько клал шлем и думал мне положить очки справа или слева. Я про все про это забыл. Я там перепутал, что надо сначала одевать. И поэтому первую свою транзитную зону я прошел достаточно долго. То есть, по-моему, там было что-то около 4 или 5 минут. Хотя я смотрел потом по видео, как делают это спортсмены, но они делают это там минута-минута с копейками. Друзья, транзитные зоны нужно отрабатывать. Это очень важно. Когда я выбежал из транзитной зоны с велосипедом, какое-то время, опять же, мне потребовалось на то, чтобы прийти в себя, потому что я запрыгнул на велосипед, как-то вот щелкнулся там в педали. Мне казалось, что мои ноги забиты и почему-то я не мог быстро развить скорость. Я понял, что мне надо просто немножечко привыкнуть. И первые 3-4, может быть, даже 5 километров я просто приходил в себя и пытался выйти на темп. Я после старта попил воды, съел, если не ошибаюсь, гель и после этого просто крутил педали, насколько я мог, по максимуму. Я посмотрел на свою среднюю скорость. Она была 31-32 километра. После велоэтапа я очень быстро прошел, как мне кажется, транзитную зону. Получилось что-то в районе 1 минуты. Беговой этап прошел тяжелее, чем я себе это представлял. Еще накануне я связывался со своим тренером и говорил, слушай, в каком темпе бежать вообще мне, на что себя ориентировать. Евгений мне назвал какую-то цифру, он говорит, беги примерно там по 5-20 старайся. Я еще так удивился, говорю, слушай, ты шутишь? Я уже там пробую выходить на то, чтобы бегать по 4-30, по 4-20. Но когда я после велосипеда одел кроссовки и побежал, я понял, о каких прелестях не рассказывал мой тренер. Ноги были как у страуса. То есть первые 2 километра, наверное, я вот не бежал, а мне казалось, что я просто вот как во сне. Пытаешься куда-то бежать, но у тебя не получается. Точно так же. Это чувство прошло где-то к пятому километру, более-менее начали сгибаться там колени. Среднее время, с которым я бежал, получилось примерно 5-5-0-5. Ну, ощущения, давай-давай, пока горячо, еще после финиша сразу. Две вещи, велосипед и солнце, они меня убили. В итоге соревнований. Плавательный этап я прошел за 29 минут. Повторюсь, как мне кажется, я проплыл лишние 250 метров. То есть было не полтора, а километр 750 метров. Велосипедный этап я проехал 40 километров за час 08, что я считаю, наверное, это самое лучшее из трех этапов, потому что я ехал быстрее, чем я для себя планировал. И беговой этап я прошел 10 километров за 50 минут. Здесь я, честно говоря, немножечко планировал пройти его побыстрее. Итоговое время у меня с транзитными зонами получилось 2 часа 32 минуты. Я этот месяц очень плотно работал над достижением поставленной цели. Я рад тому, что я прошел соревнования в Нейплесе. Это была промежуточная цель. Сейчас я понимаю, что двигаюсь дальше. Я двигаюсь к следующему соревнованию. Это будет половинка Айронмена 27 февраля. Я обязательно сделаю про это выпуск. Друзья, подписывайтесь на канал, и в новых эпизодах будет много интересного. Все только начинается. Субтитры сделал DimaTorzok